Рождественская звезда Лист бумаги имеет определенную плотность и при сгибах лучи звезды не потеряют свой объем. Лист бумаги – это квадрат со сторонами 21 на 21 сантиметр. Звезда будет выполняться заранее приготовленными снежинками красивыми. А тем, кому хочется приложить фантазию, мы рекомендуем сделать новогоднее панно с зимними мотивами, как, например, эта картина, украшенная подобными звездами. Она выполнена в технике бумагопластики с элементами аппликации. Итак, за дело! Квадратный лист бумаги мы согнем по диагоналям с одного угла на другой и перегнув середины пополам. Вот таким образом. Развернули лист бумаги. Теперь каждый из углов согнем к середине, создав при этом базовую форму блин. Развернули квадрат, расположив его к себе вот так. Теперь каждую из сторон, противолежащих, согнем к центру центральной линии. С этой стороны и с другой стороны. Теперь каждую из сторон, вот эту и вот эту, нам нужно согнуть к центральной линии. Сверху и снизу. Перед нами такая фигура. Теперь, для того, чтобы сделать базовую форму катамаран, нам нужно, придерживая рукой снизу, развернуть вот эти карманчики. Вот таким образом потянули по созданным уже линиям и развернули. Один карманчик, с другой стороны, другой. Потянули бумагу, линии мы уже согнули, какие следуют, развернули. Получилось что-то похожее на маленькую лодку. Перевернули фигуру и сделали так же с другой стороны. Потянули, раскрыли карман. И с другой стороны. Вот что у нас получилось. Теперь будем работать с этими четырьмя уголками. Мы видим их с обоих сторон фигуры. Один, ста. Первый, второй, третий, четвертый. Раскрываем небольшой карман, придерживая левой рукой левую часть фигуры. И раскрываем его в квадрат. Сделаем так же с четырех сторон. Перевернув фигуру, повторим. Все линии созданы, сгибы. Новых сгибов нам создавать не нужно. Мы просто перегибаем по уже созданным линиям. Такая красивая фигура у нас получилась. Она уже красивая и совершенная. Теперь мы будем работать с каждым из четырех квадратиков. Придерживая рукой оставшиеся, берем вот эту часть квадрата от центра. И укладываем ее на линию, ведущую к центру. Сгибаем. Получив маленький треугольник. Делаем так же с другой стороной квадрата. Повторим эту операцию на трех оставшихся квадратиках. Делаем так же с другой стороной квадрата. Теперь вот эти треугольники большого квадрата, которые мы видим на уголках, нам нужно загнуть на получившиеся два небольших треугольника. Делаем со всех сторон. Хорошо проглаживаем. Теперь придерживая так же остальную часть, разворачиваем один из получившихся квадратиков. тянем за его центральную часть, которая сейчас станет уголком. И вытягивая, получаем опять же фигуру, напоминающую маленькую лодку. Это будет один из лучей нашей звезды. Хорошо прогладили. Повторили так же на оставшихся трех частях. Еще раз повторяю, нам новых сгибов делать не нужно. Все сгибы уже есть. Просто выгнем и развернем. Все сгибы уже есть. Вот такая красивая фигура у нас получилась. Лучи у звезды имеют объем. Их можно красиво отогнуть. Но я предлагаю вам еще сделать одну вещь. И использовать при этом ножницы. Хотя оригамисты не очень любят ножницы. Иногда, в редких случаях, это можно сделать. Вот отрежем маленькие треугольники. С обоих сторон согнуты пополам фигуры. И вырежем небольшие элементы. Так как это мы делаем у снежинок. С одной и с другой стороны точно так же. Развернули фигуру. Перегнули ее другим образом. Так же отрезали небольшие треугольники. И сделали красивые вырезы. Развернув, мы получаем такую красивую фигуру. Теперь берем клей. С клеем развернем центральную часть фигуры. Подклеим, чтобы лучи хорошо держались. И приклеим в центр звезды красивую небольшую снежинку. Другого цвета. Желательно контрастного. Вот таким образом. Саму звезду мы тоже приклеим на снежинку покрупнее. Вот что у нас получилось. Мы желаем всем творческих успехов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!